Прямоугольник из клеток. Ну, не знаю, какого размера, там, 8х8, там, хотите, 7х7, какой вам интересен. Некоторые клетки, отмечу, ну, например, черным цветом покрашены. Если в квадратике размером 2х2 только одна черная клетка, то нам разрешено ее заменить на белую, так что все клетки будут белого цвета. А вот если там 2 черных клетки или больше нельзя, вопрос, какое максимальное количество черных клеток может быть на доске, чтобы можно было все их убрать? Ну, то есть, смотрите, может быть, что черных клеток не так уж много, а убрать нельзя. Представьте себе, что у вас крестники вот так вот идут. Все, уже ничего убрать невозможно, потому что нам разрешено убирать крестик, когда он один. А здесь, как представь, квадрат 2х2, нет такой ситуации, что он один. Но с другой стороны, можно представить, что крестиков намного больше, а убрать их можно. Вот представьте, такая картинка. Тогда я сначала стираю вот этот крестик при помощи такого, потом он уже исчез, я могу стереть этот, потом этот, потом этого уже нет, могу 4, 5, 6. Здесь я пишу номера, так вот вопрос. Какое наибольшее количество крестиков могло быть на доске, если их все удалось стереть? Ой, слушайте, а можно я анекдотик скажу? Есть такая штука, раньше это называлось главное разведывательное управление детштаба, сейчас это как-то чуть по-другому, что это называется. Вот такие ужасно секретные люди. Ужасно секретные, которые должны для Путина делать спецоперации, какие-то ужасные, узнавать секреты, убивать и так далее. У этих людей, потому что это все-таки люди, а не роботые, тоже есть дети. И несколько лет назад возникла идея, «А давайте мы засекретим этих самых детей». Засекретим. Следующим замечательным способом. Во всех документах им исправили год рождения на 100 лет назад. То есть, если был, скажем, человек 2004 года рождения, то ему написали «1904». Казалось бы, идеально придумали, потому что, ну, кто, что называется, к старику полезет, да, узнавать. Однако, в нашей стране есть замечательная штука – пенсионный фонд. Пенсионный фонд делает всякие свои, там, проверки, еще раз проверки, пятый раз проверки. Да вот, и вдруг выяснилось, что есть два дома, в которых проживает какое-то жуткое количество долгожителей. Ну, потому что понимаете, что такое 12-летний ребенок, теперь по-новому, 112 лет. Вообще-то, в нашей стране таких людей немного. И тут вдруг два дома, набитые такими долгожителями. Вот, сотрудник пенсионного фонда делился, значит, начал писать длинные заявления в полицию на предмет выявления аномалий. Вот, но тут ему из Министерства обороны объяснили, да нет, это у нас так секретные сотрудники делают. Вот, ребят, это совершенно потрясающая вещь. Я не говорю сейчас про моральное здоровье дело, про то, чем они занимаются и так далее, что называется, не о том разговоре. Если вы хотите что-то спрятать, ни в коем случае не надо ставить флажок и писать на нем по большими буквами «Здесь я спрятал очень секретную вещь». Хотите, не знаю, там, спрятать овцу, то ее надо прятать не среди козлов, а среди овец. Тогда все-таки она не будет резко выделяться. А если вы собираетесь вдруг, представьте себе, как это выглядит, да, такой детсад, и воспитательница на полном серьезе пишет, что там у нее вся группа из 105-летнего, 104-летнего, вся группа такая. Вот, ну ладно. На клетчатой доске некоторые клетки поменьшены крестиком. Если в каком-то квадратике 2 на 2 только один крестик, то его разрешено стереть, и все клетки получаются без крестиков. Так разрешено делать столько угодно раз. Задача. Какое наибольшее количество крестиков могло быть на доске, если известно, что их все удалось стереть? Ну, например, вот на доске размером 5,4. Я показал, как могло быть 6 крестиков, и указал номера, в каком порядке их можно стереть. А больше могло быть? Могло. Как? Сколько могло быть? А? 10. А у вас сколько? В этом? Да. В этом мне получилось 12. 12. Можете на доске отметить крестиками, ну, показать крестик, который, пожалуйста, быстрее, который удалось стереть? У меня картинка, когда 6 крестиков, а как... Все понимают, как защищать. В listed, ластик едет, на слоя в слезу. Правильно? Ну, например, можно как я... Жжжжг Правильно мне тогда нужно добавить в Ba actionable Важно наступать в суглату А почему 13 нельзя? нельзя понимать, потому что любому надо сделать так, чтобы был угол ровный, если будет где-то ребята, это, разумеется, ошибка потому что вы пытаетесь сформулировать критерий в совершенно неподходящих теклах что такое угол ровный говоря так, вы убеждены, что обязательно вот у нас какой-то угольник, а мы его стираем а вдруг мы как-то по-другому будем стирать нет решения если вы будете пытаться исследовать все конфигурации крестиков, то вы обнаружите, что их не просто много, а какое-то неимоверное количество то есть, например, на каждой клеточке крестик может стоять или не стоять два в двадцатой степени это больше миллиона доска, казалось бы, маленькая, а конфигураций не смертно много смотрим на времяугольник, смотрим сколько у него клеточек ну, допустим, двенадцать клеточек на трех да, просто и просто у меня примеры, я не читаю из двенадцати и из трех по одному а почему? вы верите, что конфигурация обязательно такая, как вы рисуете кто это сказал? клетки могут быть расположены в самом хитром образе вдруг расчистка будет идти изнутри вот вы думаете, что у вас есть такой угол, с которого вы все расчищаете а почему именно так? никто не сказал, что прямоугольная доска из клеточек в некоторых стоят крестики если есть прямоугольник размером два на два в квадрате в квадрате и в нем один крестник, то его разрешено убрать известно, что в начале где-то стоят крестики и таким образом удалось их все убрать все расчистить сколько их могло быть? ну вот, например, на доске размером 4 на 5 могло их быть 13 штук или нет? не могло не могло, почему? да потому что если их будет больше, то ничего не получится если в квадрате 2 на 2 стоит 3 крестика, то мы не имеем права ни один из них убирать то есть для того, чтобы убрать, мы должны указать квадрат 2 на 2, в котором один крестник вот его разрешено убрать после этого может возникнуть какой-то новый квадрат 2 на 2 пожалуйста но каждый раз, когда вы убираете, вы можете иметь дело только с конкретным квадратиком 2 на 2, где один крестник а какого размера была доставка? неизвестно ну, на самом деле, нужно решить ее для любого размера ну, например, если вы решите для 4 на 5, то реально это будет общее решение я просто не умею решать на маленькой доске, не решив ее сразу для всех досок если мы берем по принципу, который пришел на задание, то хотя бы один крестик на углу что такое ну углу? я долго уже объясняю, что так эту задачу решить нельзя в принципе невозможно проанализировать все картинки кроме того, даже если вы проанализируете на доске 4 на 5 все картинки я сделаю простую вещь, я скажу а пусть доска будет 8 на 8 все на доске размером 8 на 8 круг вообще нереально никогда это знаменитая это легенда об изобретатель шахты помните? положу одну зернышко на одну клетку на следующую 2 на следующую 4 каждый раз в 2 раза больше и вот дай мне столько зернышек замечаете, 2 в 64 степени совершенно ужасно потому что 2 в 10 это больше 1000, чем 1024 2 в 60 это больше, чем 1000 в 6 а что такое 1000 в 6? это миллиард, миллиард это миллиард, миллиард это не миллион это миллион или не триллион это миллион это очень много, ребята и вопрос не в том, как это называется а в том, что это много что это превосходит мировой урожайзернам, понимаете? что больше, чем на нашей планете вообще зернышек есть не знаю, что он ему дал не знаю, что ему дал как против не уверен, что была такая сцена, как изобретение шахты игры большинство хороших вещей возникает потихонечку изобретение шахты известно, что игры похожие на шахты были довольно давно и правила потихонечку менялись поэтому трудно сказать в какой именно момент вылазить на точности нынешняя игра есть 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 решения, чтобы было их как можно больше если их попросить в определенный порядок определенный порядок это такой угловой прямоугольник не всегда а у вас есть что-то лучше, чем угловой прямоугольник? есть а там столько а в чем выигрыш а в чем победа в чем выигрыш вы путаете нашу цель у нас нет цели найти все конфигурации у нас цель доказать, что если стоят на доске 13 крестиков то обязательно хотя бы один из них уцелеет вот на доске 4 на 5 если в начале стоит 13 крестиков то обязательно хотя бы один останется ну или один не может остаться хотя бы два останутся а два могут остаться? да пять и четыре два? да два нет а два не могут два не могут а три могут остаться? нет а вот четыре уже нет ух ты, интересно смотрите, какая забавная вещь если мы докажем, что останется хотя бы один то в таком случае останется хотя бы четыре забавно поставлю крестик вот таким образом вот сюда не поставлю а сюда поставлю и сюда поставлю посмотрите, какая будет забавная вещь а так мы тоже можем стереть сюда и что мы можем стереть? мы можем стереть один крестик А вот эти мы уже стереть не сможем. Так что забавно. Еще не так просто. Ну что, по-моему, надо рассаживать. Ребята, возвращаемся к ситуации, которую я показал. Я не просто крестики отметил. А что я еще сделал? Отметил. Отметил. В каком порядке вы... Я еще поставил число. Один, два, три, три. Это были номера квадратиков. Правильно? То есть в каком порядке эти крестики исчезают? Отлично. А теперь подумайте. А уж не решение лета. Я, когда буду стирать крестик за крестиком, буду указывать номера. В каком порядке я это делаю? Сколько на доске размером 5 на 4 есть квадратиков размером 2 на 2? Сколько существует квадратиков размером 2 на 2? Почему? 11. Почему? Кто может выйти? Объясняйте. Вот у нас один квадратик. Да. Потом у нас теперь второй квадратик. Да. Третий. Четвертый. Да. Значит, надо в предыдущем лет. Вот те, кто проявляет, да? Смотрите. Если у каждого квадратика 2 на 2 отметить его левую верхнюю клетку, то вот это будет самый такой главой. Это следующий, да? Их будет столько, сколько здесь есть. Ну, это понятно. 1 на 4. Отлично. Значит, квадратиков 2 на 2. Сколько еще раз? 12. 12. До конца сложите. Поэтому и будет 12. Замечательно. Почему? Потому что вообще не получится. Потому что невозможно стирать в одном и том же квадратике 2 раза. Вот смотрите. И мы применили какой-то квадратик 2 на 2. Там был один крестик. Остальные 3 клетки были без крестиков. Замечательно. Но после этого этот квадратик стал полностью свободен от крестиков, да? И, значит, второй раз вы им воспользоваться что? Не сможете. Не сможете. Поэтому операции по стиранию крестиков вы сможете выполнить не больше, чем 12 штук. Соответственно, если у вас доска была, скажем, 7 на 7, то сколько на ней квадратиков 2 на 2? 36. 36. И, значит, больше, чем 36 операций, что? Не может быть. Не может быть. Ну, я не знаю. Это понятно? Не понятно? Понятно. Не может быть. Продолжение следует...